Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в детском саду номер 65. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Добрый день! Хотелось бы поговорить о вашем дошкольном учреждении. Какие у вас планы, какие программы, какие проекты вы на сегодняшний момент активно развиваете в рамках своего детского сада? Ну, не секрет, что сейчас к дошкольным образовательным учреждениям предъявляются очень высокие требования. Но, соответственно, и к профессии дошкольного работника. Поэтому сегодня хотелось бы ответить на вопрос, кто же такой дошкольный работник, чем он занят. Большинство придерживаются такого мнения, что воспитатель в детском саду кормит деток, умывает, одевает, раздевает, гуляет, укладывает спать. Поэтому мы сегодня хотим рассказать нашим телезрителям, кто такой дошкольный педагог, чем он занимается. И рассказать о своих успехах, достижениях, о реализуемых и уже реализованных проектах. Ну и, конечно, о своих планах. Ну, во-первых, дошкольный педагог в наше время – это высококвалифицированный специалист. Все педагоги в нашем детском саду имеют среднепрофессиональное или высшее педагогическое образование. 83% педагогов аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию. Ежегодно наши педагоги проходят курсы повышения квалификации по разным направлениям деятельности. Каждый педагог реализует разные проекты в своей деятельности, использует в своей работе инновационные и информационно-коммуникационные технологии. Но самое главное, что все эти проекты, они в основе своем содержат образовательное ядро. Это и образовательная, и социальная направленность. Сначала хочу рассказать о достижениях наших педагогов. Значит, за последние три года в нашем детском саду три педагогических работника являются победителями муниципального уровня конкурса в присуждении премии губернатора Московской области «Лучшая по профессии в сфере образования». Два воспитателя, Белкина Юлия Александровна и Вышлова Юлия Сергеевна, в этом году победитель этого конкурса, вышла на региональный этап этого конкурса. И в прошлом году наш музыкальный руководитель Бузова Мария Владимировна в номинации «Лучший музыкальный руководитель». В 2017 году... Вот она, кузница лучших дошкольных педагогов. Я с вами совершенно согласна. В прошлом году, в 2017, воспитатель нашего детского сада Валентина Васильевна Берзан, победитель конкурса «Дошкольный педагог района-2017» и финалист регионального конкурса «Воспитатель Подмосковья-2017». Хочу также сказать, что в этом году, буквально неделю назад, Валентина Васильевна назначена на должность заведующего новым 75-м садом в Эдинбурге. Ну, не случайно, я думаю, выбрана именно ее кандидатура, потому что по всем параметрам она оказалась лучшей. Да, безусловно, показала себя с лучшей стороны на конкурсе, и мы гордимся. Елена Анатольевна, ну, достаточно, мне кажется, сложно все время быть в лидерах, все время быть первыми, но вам это блестяще удается. Я благодарна коллективу педагогов, которые творческие, которые заинтересованы в своей работе, которые идут к новым совершениям, и их не надо подталкивать, они этим занимаются сами, это и им доставляет удовольствие. Над какими проектами сейчас трудятся ваши педагоги? Наш детский сад является экспериментальной площадкой, муниципальной экспериментальной площадкой по направлению работы интерактивной технологии как средство развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Что это значит? Давайте сразу расшифровать для наших телезрителей, чтобы было понятно. Что такое интерактивная технология? Это технологии, направленные на развитие коммуникации. Не секрет, что детки не умеют общаться друг с другом, порой не умеют общаться не только детки, но и взрослые. Поэтому эти технологии направлены на то, чтобы научить общение. Работа в парах, работа в тройках, аквариум, интервью. У нас в прошлом году было совещание старших воспитателей Одинцовского муниципального района, на котором наши педагоги дали мастер-класс по использованию этих технологий. Также хочу сказать, что в 2017 году мы являемся победителями региональной, участвовали в конкурсе региональном, то есть в областном конкурсе инновационных проектов. И нам присвоен статус региональной инновационной площадки. Наш проект «Ребенок в детский сад. Вот наша общая забота» выложен в сети YouTube, на сайте нашего детского сада. Вот в три года нам мы будем заниматься этой инновационной площадкой. А эпиграфом к этому проекту служат такие слова. Сегодня вновь проспали мы с тобой, а завтра день особый, у папы выходной. Родители, как можно? Что значит неохота? Ребенок в детский сад. Вот наша общая забота. Когда руководитель заряжен и ориентирован на творчество, на инновации, на развитие самых современных и передовых технологий, то и коллектив не может находиться в отстающих, только рядом, только в ногу. Ну, коллектив у нас тоже творческий и принимает активное участие в самых разнообразных конкурсах. В 2017 году мы являемся луреатами-победителями Всероссийской выставки РФ. Нам на сайте была представлена площадка, на которой мы рассказывали, показывали достижения и всю работу своего детского сада. Также в этом году уже принимали участие в региональном конкурсе, конкурс, который проводит Министерство образования Московской области. Это конкурс социальных проектов, который называется «Мы вместе». Мы представляли на этот конкурс наш проект «Я, ты, он, она, вместе, мы одна семья». А победил на этом конкурсе ролик, который представила наш воспитатель Вышлова Юлия Сергеевна. То есть он сделал призовую номинацию. Елена Анатольевна, какие вот перспективы дальнейшие, какие цели, задачи сегодня вы ставите перед своим педагогическим коллективом? Сейчас у нас уже разработан проект, находится в стадии реализации. Это медийный образ дошкольной образовательной организации. Сюда включается образ не только дошкольной образовательной организации, но и дошкольного педагога. Мы хотим показать, что дошкольный педагог – это высококвалифицированный специалист, который умеет практически все. Хотим, чтобы в детский сад люди шли не потому, что надо устроить ребенка или просто хочет работать с детками, а что эта профессия престижна, что престижно работать в дошкольном образовательном учреждении, ну и что на эту должность можно попасть по конкурсу. Спасибо, Елена Анатольевна. Хочется, конечно, познакомиться с Вашими педагогами, узнать о их творческих планах и идеях. Оставайтесь с нами, продолжаем рассказывать Вам о деятельности 65-го детского сада. Юлия Сергеевна, расскажите о канале, который Вы создали на Ютубе, где рассказываете о деятельности и всем том, что происходит в стенах Вашего дошкольного учреждения, кто является Вашими подписчиками и как вообще возникла идея создать собственный канал. Дело все в том, что не так давно дома я разбирала свой домашний видеоархив и поняла, что у меня очень много видео-фотоматериала своих собственных детей, которые были сняты в детском саду. И тогда я поняла, что у меня есть уникальная возможность видеть, как проживают каждый день мои дети в детском саду, потому что я воспитатель в этом же саду, в который ходят мои ребята. И тогда пришла мысль сделать канал свой на Ютуб, куда выкладывать все видео и фотоматериалы, чтобы родители могли подсмотреть за жизнью своих детей каждый день, который они здесь проводят. Наш канал мы так и назвали, 65-й канал, по номеру нашего учреждения. Одной из самых острых социальных проблем сегодняшнего дня – это занятость родителей. И родители не могут уделять должного внимания своим детям. Естественно, это не все, но основная масса таких, как мы, мы все работаем с утра до ночи, поэтому, к сожалению, мы не можем видеть, что происходит, когда нас нет. И здесь появляется такая возможность посмотреть, как живут детки в детском саду, что они делают, как они играют, как они кушают. То есть все то, чем наполнен каждый день вашего маленького человечка. А потом вы им даете всегда темы для разговора, когда родители возвращаются вечером домой, им уже есть о чем спросить ребенка. Да, это точно. Или на что его натолкнуть, чтобы он рассказал, как прошел его день. Более того, мы придумали такую веселую рубрику, о чем говорят дети. И мы просто ходим по детскому саду, подходим к ребятам и задаем им разные вопросы. Порой получается очень смешно. Например, у одного мальчика мы спросили, какая твоя любимая песня? И ребенок встал и начал петь гимн России. Да, то есть кто-то поет там «Будь бегут неуклюже», кто-то из мультиков. А тут человек, сознательный гражданин, просто встал и начал петь этот гимн. Это, конечно, очень потрясает, потому что они все разные. Всегда очень интересно посмотреть, как ребенок вообще себя проявляет. Потому что порой выясняется, что то, как ведет себя ребенок дома и как он ведет себя в детском саду, это две разных планеты. Потому что дома ребенок кричит, шумит, играет, а в саду он внимательный, он интересный, он любознательный. То есть родители некоторые грани своих детей просто не видят. Более того, этот канал – это отличная возможность и подсмотреть за работой воспитателя. Потому что профессия воспитателя сейчас, наверное, не так престижна, как нам хотелось бы. Поэтому у нас есть возможность показать, как мы работаем, какие современные технологии мы используем в работе. Вплоть до того, что родители могут посмотреть, как воспитатель разговаривает с ребенком. Нравится ему, отзывается ли у него то, как с его ребенком общается взрослый человек. Потому что, ну, собственно, слова воспитателя, мировоззрение воспитателя имеет непосредственное влияние на развитие ребенка. Потому что ребенок… Непромирование его как личности. Да, ребенок все впитывает. В какой-то момент времени ребенок начинает разговаривать, как воспитатель, теми же словами, с той же интонацией. И от того, что мы будем и как мы будем говорить детям, зависит, естественно, их, в общем-то, будущее. Какой отклик вы получили от родителей? Поддержали ли они вашу идею? Активно ли они становятся вашими подписчиками? Да, вы знаете, они с большой радостью становятся подписчиками, смотрят и потом в группе в WhatsApp пишут, да, как здорово мы видим, как наши дети играют. А мы вот там какие-то неожиданные вещи они смотрят. Более того, наверное, все-таки повышается, даже не, наверное, точно повышается престиж нашей профессии, потому что родитель начинает осознавать, какую ценность, да, и какой вообще груз ответственности несет на своих плечах воспитатель каждый день. Поэтому и появляется больше уважения. Уважение, понимание и благодарность с их стороны. Ну что, наполняйте ваш канал, будем тоже следить за тем, какие события происходят в вашем детском саду. Еще хотела уточнить один момент. Для того, чтобы было удобно смотреть, канал разделен на плейлисты. То есть это такие папки, ну, к примеру, папка, о чем говорят дети, да, или праздники, наши праздники и будни. Также можно посмотреть, как проводятся оздоровительные мероприятия, физкультурные мероприятия, естественно, познакомиться с портфолио педагогов. Поэтому для того, чтобы найти тот или иной ролик на канале, не нужно смотреть всю ленту целиком, а достаточно открыть плейлисты и посмотреть той теме, которая наиболее интересна. Ну, в общем, открываем YouTube, забиваем 65 канал и смотрим и узнаем все, что касается жизни детского сада номер 65. Ждем наших подписчиков. Всегда рады новым друзьям. Юлия Александровна, расскажите о вашем проекте профессии наших родителей, который вы активно реализуете в рамках вашего детского сада. Это очень интересный проект. Мы уже несколько лет его реализуем. Родители приходят в своей служебной форме на занятия в детский сад, который мы готовим. И детям рассказывают о красоте своей профессии. Это безумно нравится детям. Они гордятся своими родителями. И никто, кроме родителей, не может так погрузить детей в профессию, как сами родители. Какие профессии уже удалось охватить за это время? К нам уже приходили и музыкант, и повар, и полицейские, спасатели, даже стоматолог. Она с настоящими зубами показывала детям, как их нужно чистить. Но это уже начальный этап профориентации детей. То есть вы не просто знакомите с профессиями существующими, но вы показываете им реальных людей, более того, их же родителей. Да, это ранняя профориентация в детском саду. Данное направление развивается очень быстро, потому что мы детей готовим к тому, что профессию нужно будет выбрать самому. Не ту, которую сказали родители или сказали какие-то взрослые, а та, которая по сердцу каждому ребенку. А чтобы рассказать об этом, им нужно попробовать, посмотреть и все оценить самим. Вот после таких занятий, каков процент тех, кто вот просто руки тянет, говорит, я, стоматолог, я, полицейский, я? Они выбирают почему-то разные профессии. У нас одна девочка участвовала в конкурсе, в фото-выставке и выбрала профессию швии, которая сейчас не такая популярная, как раньше. У них открыто огромное количество профессий, о которых они говорят и о которых рассказывают родители. Но преобладают на сегодняшний день все-таки какие профессии? Вот большинство детей за какие направления? Ну, в детском саду, конечно, это спасатели у нас, врачи и педагоги. То есть это только в 11 классе, да, еще до сих пор остаются менеджеры, экономисты и юристы. А вот все-таки в дошкольных учреждениях дети верят и хотят стать теми людьми, которые действительно приносят пользу обществу, помогают, спасают жизни других. То есть вот все самое светлое, наверное, да, подхватывает, что есть в нашем обществе сегодня. Какие планы на этот год? Как будет дальше развиваться этот проект? С этим проектом мы уже вошли в финал конкурса «Воспитать человека». И в сентябре мы поедем защищать его от Одинцовского района. 27 человек будет участвовать. И вот 3 сентября нас ждут с новыми проектами, с новыми идеями в Реутове. Хорошие слова. Как воспитать человека? А как это сделать? Главное – любить детей, главное – уважать их осознанный выбор и много-много работать. Что вы и делаете в вашем дошкольном учреждении? Кто помогает вам в реализации этого проекта? Очень много помощников, начиная от родителей, которые являются партнерами в обучении детей, детьми, руководством, а также всеми теми неравнодушными людьми, которые есть в нашем городе. Юлия Сергеевна, прямо сейчас мы находимся в экоцентре детского сада. Расскажите о вашем приусадебном участке. В каждом образовательном учреждении есть свои небольшие огороды. То есть несколько грядочек, кустиков, которые детки занимаются. Мы решили пойти дальше. Мы решили создать вот такой огромный сад, огромную плантацию, я бы даже сказала. Это действительно по масштабам поражает. Он не маленьких размеров совершенно. Да, большая такая плантация. Все началось просто. Мы огородили вот таким прекрасным забором, который называется деревенский тын. Опять же, здесь присутствует очень интересная работа, потому что каждому ребенку пришлось объяснить это название. Исконно русские слова сейчас, к сожалению, теряют свой смысл, поэтому приходится... Но есть и пни, и деревенский тын, и скамейки. Да, более того, это совместная деятельность воспитателей, детей и родителей. Потому что, наверное, без помощи наших пап мы никогда бы не могли поставить эту теплицу. Потому что женские руки никак бы ее не могли поднять на свои плечи. В этом году наши мужчины, наши родители нам поставили эту теплицу, сделали там шикарные грядки. В итоге мы можем собирать урожай, помидоры и огурцы. Естественно, занятые детки. Занятые детки на нашем огороде, они сами сажают сначала рассаду, потом высаживают. Свеколка, капустка, морковка, клубничка. Картофель. Картошка. У нас есть практически все. То есть у нас абсолютная грядка. Наш повар Петр Николаевич иногда приходит и говорит, можно-ка я себе лучочку порву. Может порвать и вкусненький лук добавить в суп. Юлия Сергеевна, куда будет реализован собранный урожай? Уже поспевает морковь, томаты, скоро свекла, картофель, естественно. Куда будете реализовывать? У нас будет организован праздник урожая, и все собранные овощи, ягоды и картофель дети смогут вместе с родителями забрать домой. Приготовить вкусный салат, вкусный ужин и скушать то, что выращено было своими собственными руками. Спасибо вам. Ну, собирайте урожай, зовите нас на праздник. Обязательно придем, все попробуем. Да, приглашаем вас и спасибо вам большое. Всегда вам рады. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Пока!